вещь которая вызывает хронический фурор где бы я не появилась но дома естественно я появляюсь в общем сразу начинается шквал писем откуда это это вот такой домашний комбинезончик сейчас я застегну от футужама потрясающего оттенка был как вы помните у меня леопардовый такой точнее зебристый черно-белый сереже зеленый его знаменитый мы решили обновить нашу коллекцию общем я заказала для себя и для него вот этот экземпляр без капюшона там еще и с капюшоном ну собственно я себе еще один с капюшоном заказана вот это самый потрясающий оттенок оттенок не знаю море на мальдивах я когда на него смотрю то все у меня за окном никакой зимы холодов я мысленно уже где-то на пляжике там жарю бока но у этих экземпляров есть существенное отличие от тех что были у нас ранее во первых они менее теплые то здесь нет такого выраженного начеса эти более тонкие здесь материал это трикотаж с лайкрой во вторых размеры стали чуть меньше я заказала себе эску сереже эмку так вот на мне эска сидит довольно плотно и на сереже эмка тоже довольно плотно хотя предыдущая его эмка на нем болталась есть вот такие карманы аля кенгуру и на экземплярах с капюшоном есть еще боковые карманы на молниях сейчас будете смеяться но в общем потому как позиционируют эти пижамки продавец они предназначены для того чтобы ходить в них по улице и если честно в качестве домашнего комбинезона пижамы это просто бомбезный вариант потому что это дико удобно я не знаю как объяснить никаких швов знаете вот ты складываешься тебе пояс не впивается в пузо и не передавливает тебя напополам все так очень органично то ощущаешься как в каких-то домашних объятиях текстиля еще одно изменение то что убрали вторую молнию то есть ну вторую собачку это было для мальчиков очень удобно я сама не догадалась на серёг сказал и это же мастер мне сшила вторую юбку же зимний вариант из шерстяной ткани я тоже выбирала оттенок причем она ради меня как не знаю американский бар гуляла по магазинам скидывала мне фотографии материалов каких-то описания мы вместе вот так вот выбирали что я хочу я хотела такое немного скучноватый базовый оттенок в данном случае это серый в мелкую в мелкую елочку напоминающий твит хотя это просто шерсть для того чтобы опять же комбинировать с любым верхом тоже очень-очень понравилось а-образный силуэт который будет подчеркивать талию также здесь есть подкладка вот такая идеально сделана общем ну реально мега круто и у нее было огромное количество тканей с различными такими цветочными привинтами в стиле не знаю ульяна сергеенко такая знаете тургеневская барышня но я вот специально выбрала не считая такое близкое к однотонному мне кажется для моего перспективного гардероба это подходит лучше всего и третья юбка которая произвела фурор эту юбку шила третья девушка и она сделана из кожзама общем тоже я сама выбирала цвет я хотела темно-синий и собственно даже наверное бы круто было еще темнее но в общем самом деле из-за того что он такой средней интенсивности у нее синий оттенок не съедается мне кажется довольно таки он универсальный и из-за того что это из искусственной кожи из-за какой же сделана вещь она немножко тянется в талии общем я ее ношу уже сейчас хотя заказывала опять же на свои до родовые параметры я ее уже просто в хвост и в гриву ношу единственная здесь такая капризная молния потому следующий раз когда буду что-то заказывать попрошу чтобы молния была не металлическая потому что она вот знаете застреет не так общем в два этапа закрывается следующий мега заказ это абсолютные новинки в моем гардеробе вот такие три сумочки из натуральной кожи питона из кожи настоящего короче когда-то живого как бы это грустно не звучало честно сказать я когда знакомилась с артемии в общем так начну по порядку во первых это цены девчонки сумка из натуральной кожи питона стоят 4000 я заказывала не у перекопщика у самого крупного производителя у них свое производство кожи оттенков было представлено 70 видов и я постоянно боролась желанием выбрать что-то такое мега акцент на вырву глаз но в итоге жажда нюда победила мне захотелось такие модели которые я могла бы комбинировать с максимальным количеством вещей первая моделька вот с такой кисточкой мне кажется в стиле боха или как-то так в общем кисточки сейчас тоже актуальны и мне понравилась расцветка хотя в магазине да она смотрелась более бежево также два вот таких варианта розово персиковая сумочка пришла на замену моей китайской у жуткого качества которые я держала исключительно из-за цвета и бела бела это тоже моя давняя мечта белых сумок у меня не было несмотря на то что белый цвет очень часто критикуют стилисты я поняла что для моей одежды и моего гардероба зачастую это самый интересный выгодный подо все подходящий оттенок и теперь у нас остался заказ китайского сайта начну самых крутых вещиц которые мне пришли это общем тоже две сумки первая произвела в instagram фурорище я удивилась безумно качеству вообще первый раз вижу настолько классно сделанную китайскую сумку у нее то ли это стежки то ли она запаяна здесь имитация прошивки в общем она резиновая сделана по моему под фурлу общем у фурла есть такие резиновые сумки или общем у какого-то недешевого бренда но так она обалденно смотрится реально на миллион баксов и он такой дорогой цвет вот классический бежевый толп обалденная цепочка тяжелая да она такая золотая немножко конечно желтушно выглядит но блин это даже ее не портит и за свою стоимость по моему там долларов двадцать стоило мне кажется это просто мега шедевр я даже хочу заказать в других оттенках следующий мохито это вот такая прозрачная сумка которая мне кажется мега универсальная потому что она подойдет абсолютно к любому цвету одежды если не затрагивать форму и стиль то есть видите она как бы эта форма которая подается любому вашему наполнению потому что когда она сливается с одеждой она как бы заполняется цветом этой одежды две сумки которые мне не понравились первая а-ля хлои такая средняя вместительности мне кажется классный базовый оттенок тоже которая подо все подходит округла форма но она мне пришла с небольшим заломом в принципе если бы у меня не было сумок наверное я бы на него не обратила внимание но так как есть короче алиса не может молчать когда говорю так как есть у меня альтернативы да безупречный то вариант с небольшим косичком уже я для себя не рассматривала и вот такая белая сумка она полностью вся прострочена стеганая в общем не идеально выполнены вот эти стежки к где могут как-то ниточки торчать до обрезаны они просто в общем пеньки такие и плюс кожа вот это эко кожа дерматин короче тоже не очень хорошего качества носит как клеенка платье рубашка из тонкой джинсовой ткани в общем я люблю платье рубашки хотя сейчас наверное понимаю что мне для каких-то моих задач желаемых надо более элегантный стиль пытается на себя примерить более такой знаете праздничной элегантно женственно возрастной выдержанный это все-таки уходящая в какой-то отдых расхлябанность сама ткань очень такая тонкая но она не прозрачна да то есть в меру какая-то плотно и когда я выбирала это платье ориентировалась на свой предыдущий цветотип более мягкую внешность соответственно оттенки менее такие насыщенные мне подходили узко цвета хаки с удлиненной задней частью не знаю как это называется фата или нет фата на голове общем какая-то накидка типа знаете общем здесь градиентная длина спереди укорочена сзади длинная я хотела носить не поверите с шортами грядущим летом думал вот сход ну там пусть здорово на 20 килограмм буду вся страняшечка и в общем оголю ножки и классно будет знаете когда попец еще прикрыть целом да сейчас я думаю что оттенок немножко вы серевать лицо то есть вытягивает из оттенка кожи какую-то серую составляющую потом и короче не очень подходит то есть не освежает вот как вам кажется так сейчас я буду вся ярко-желтая короче незаметно из-за пересвета но собственно вот такое вот платье которое не побоюсь этого слова влюбила меня в себя она абсолютно не подходит ни под что а вот точнее под тот стиль который мне задали стилисты она абсолютно какое-то безумно дерзко но блин я поняла что мне хочется дерзинки не такой знаете скучной элегантности типа помрите все от моего нудного голоса и усните пока я дорассказываю первые две фразы а вот что это такое но не байкерская короче какой-то перчик знаете чтоб я такая заходила в комнату и я не откуда ли вываливался перчик абсолютно женского вида при любом раскладе по моему видосу не очень получается здесь из перца открытые плечи оголенные но такое небольшое декольте капелька и что мне не очень понравилось это crazy длина спереди она катастрофически коротка поэтому я думаю носить это платье с очень плотными черными колготками тогда когда даже если у меня там вдруг до пупа она задерется вообще ничего видно не будет потому что колготки воспринимаются в такой плотности как леггинсы ну вот и все мои обновки напомню что когда мне предлагают выбрать нечто на китайских сайтах я не вижу смысла отказываться потому что это мне приходит в подарок это для меня эксперименты даже если не знаю 7 из 8 вещей мне не подошли мне есть кого осуществить в то же время восьмая вещь осуществляет меня поэтому я кругом вижу сплошные плюсы это опять же повод снять видео так что напишите пожалуйста какая вещь вам понравилась больше всего бы какая мне понравилась вообще буду ждать с удовольствием почитаю ваши комментарии сделаю выводы которые надеюсь вы увидите в последующих видео всем большое спасибо за внимание всех целую всем пока